Всем привет! Ну и как вы можете понять, сегодня у нас очередная серия про постройку вот этой четверки. Попробуем починить машине переднюю подвеску. Ну и мотор здесь стоит, потому что я про него обещал рассказать. Что это за мотор, зачем он нам нужен? Так что в двух словах, сразу забегая вперед, скажу, что сегодня в этом ролике до мотора дело у нас не дойдет. Нужен он для того, чтобы его примерить и понять, подходит ли он концептуально и по размеру вообще в машину. Мотор выбран не случайно, мотор выбирался порядка двух месяцев. Не могли прийти к какому-то решению, что же все-таки поставить. Это двигатель от Mitsubishi Colt Rally Art. Чем же интересен нам стал этот мотор? Во-первых, он не очень большой, это полторашка. По размеру, по габаритам он примерно такой же, как и Жигулевский. Нас это вполне устраивает. Большой диапазон оборотов, хорошая мощность. Мотор 16-клапанный, имеет два распредвала, имеет систему Mi-Vec. Это система изменения фаз газораспределения, точнее даже изменения высоты подъема клапана. На моторе электрический дроссель. Мотор, в принципе, довольно компактный, удобный. Из надежности, что дает ему хороший ресурс, у него есть масляные форсунки, которые обеспечивают охлаждение и смазку поршня дополнительную. Ну и вообще, если размышлять в целом, мотор довольно-таки классический. И ничего такого, что может доставлять какие-то неприятности в плане установки или в плане эксплуатации, таких моментов нет. Мотор с хорошим пробегом. Я бы дал ему 1050-70 километров, поэтому проходит он довольно долго. Все остальные подробности и вообще, что с ним нам предстоит сделать, это будет у нас в следующих роликах. И я думаю, что мы отдельно посвятим целый ролик именно интеграции мотора под капот автомобиля. Плюс мотор у нас переднеприводный. И нас еще ожидает то, что нам нужно приделать какую-то сюда коробку, какую-то трансмиссию, чтобы он мог передавать свой крутящий момент на колеса автомобиля. Поэтому это позже, пока что по подвеске. Приехала подвеска с разных городов страны. Ну, это такие, скажем так, тюняшки. Что у нас есть? У нас есть, во-первых, тюненная балка. Чем она затюнена? Да тем, что она проварена в нужных местах и усилена, как это принято говорить. У нас есть рычаги, у нас есть шаровые опоры, у нас есть перенос тормозных суппортов. Поэтому сейчас будем разбираться, что это такое, зачем это надо и вообще зачем ставят вот эти все подвески на машины, на вот эти дрифтовые жиги. Итак, начиная разговор о подвеске, вообще хотелось бы, наверное, для начала вам рассказать, чем подвеска спортивной дрифтовой машины отличается от машины обычной. Вообще, главная цель дрифтовой машины – достичь максимального выворота. Давайте поговорим о том, как он достигается. Здесь у нас есть сошка, и сошка – это, наверное, первая такая краеугольная вещь в вопросах о вывороте. Чем короче у нас будет сошка, тем больше у нас будет выворот. Давайте сравним. Вот она сошка. Она здесь уже переваренная. Понятно, что она не штатная, иначе бы колеса так не выворачивались. Давайте замерим ее длину и посмотрим, насколько длина отличается от обычной сошки, от штатной. Померяем условно от болта, который ее крепит к ступице, до центра болта крепления рулевой тяги. У нас здесь 78 миллиметров, то есть почти 8 сантиметров. Теперь давайте пойдем и посмотрим сошку вот на штатной машине, которая не переделана. Так, здесь посложнее будет добраться. Она даже на глаз очень длинная. Здесь получается 11 сантиметров с лишним. То есть она гораздо длиннее. Именно за счет этого достигается на дрифтовых машинах такой большой выворот. Здесь выворот максимальный. Вот, и это все. Это уже лоб, колеса уперлись. На этом все понятно. Давайте дальше. Что вообще нужно, чтобы... Что нужно помимо сошки для того, чтобы колеса вот так вот сильно выворачивались? Ну, давайте начнем с этой машины опять же. Естественно, одной сошки не хватит, чтобы получить такой огромный выворот. Тут нам на помощь приходит... Точнее, не так. Что здесь мешает? Мешает, чтобы колеса очень сильно вывернулись. Конструкция рычага. Во-первых, здесь все упирается в ограничители. Во-вторых, у нас и рулевой упирается... Ну, рулевой это в последнюю очередь уже мешает в данном случае. Колесо за все упирается. Оно упирается внутри за арку. Когда машина стоит на колесах, оно упирается в ограничители. И главное, что оно упирается в сам рычаг. Можно видеть это явно вот здесь, вот в этом месте. Она просто упирается диском тормозным, суппортом, всем, чем возможно. Оно упирается в рычаги и в конструкции рычага. Чтобы решить эту проблему, вот на этой машине, на данной, используется вот такой вот бутерброд. Называется он в простонародье. Здесь просто колесо вытащено наружу, переносом, его переносом ступицы дальше от рычага. И, казалось бы, рабочая схема, но у нее есть один минус. Мне вот, лично мне это очень не нравится конструктивно. То есть в данном случае мы перенесли не ось поворота колеса, она у нас вот находится вот здесь. А мы перенесли, именно как бы отодвинули само колесо. И я нахожу это не совсем правильным. Как раз таки рычаги, которые у нас будут стоять на машине, делают перенос колеса по-другому. Они просто физически длиннее. Видно вот на глаз сразу же. То есть мы переносим именно ось поворота колеса, будем переносить, а не отодвигать колесо, чтобы оно не задевало. И, соответственно, это будет работать, как я считаю, гораздо эффективнее. Подвеска будет работать более правильно. Ну и, естественно, этот выворот и все, что вот здесь мы можем видеть, это на непрогруженной ходовке, на висящем колесе. И углы на стоячей машине не совсем такие. Но, тем не менее, смысл абсолютно понятен и верен. Вот он примерно такой. Ну и если разговаривать о нашем новом нижнем рычаге, вот он не случайно такой формы, хитрой. И вот здесь эта выемка нужна для того, чтобы сюда помещалось колесо. И сошка, ну, чтобы это все пряталось и не упиралось в рычаг. Да, кстати, про сошку я совсем забыл сказать. Сошка очень часто упирается первая, в первую очередь, в рычаг и мешает колесам выворачиваться сильнее. Здесь рычаг вот такой вот хитрой формы. И это нам будет помогать. Плюс у него смещен центр. По нижнему рычагу понятно. Больше у него изменений никаких нет. По крайней мере, шаровая стоит, ну, примерно в том же месте, как и здесь. Хотя, может быть, есть небольшое смещение вперед. Тут интереснее как раз-таки о смещении колеса, если говорить, это как раз-таки тот самый кастер, угол наклона колеса относительно кузова. И если же говорить как раз-таки о том самом кастере, тут нам на помощь приходит верхний рычаг. Верхний рычаг у нас, опять же, он удлинен. Я думаю, это будет видно, да, у нас сразу, не снимая подвеску. Но в любом случае, как бы, он и должен быть удлинен. У нас у верхнего рычага, опять же, есть такая выемка под колесо, чтобы он не упирался. И еще, что интересно, по верхнему рычагу, именно по вот этим вот тюнинговым рычагам, они позволяют нам смещать колесо относительно оси. То есть у нас верхний рычаг смещен глубже, назад, относительно нижнего. Нужно это для того, чтобы у колеса был наклон, точнее у оси колеса. Работает это следующим образом. При такой схеме руль у машины возвращается сам, и управление становится более информативным. То есть если мы на ходу руль поворачиваем и отпускаем его на кастере, скажем, ну, нулевом, он у нас остается в этом же направлении, и машина как бы себе колеса закидывает под себя. И если же у нас ось колеса стоит под вот таким наклоном, то у нас руль, когда мы его отпустим, после того, как он был вывернут, вернется само в прямолинейное состояние. И это очень важно для как раз-таки рулежки, информативности управления автомобилем. И плюс ко всему, раз у нас рычаги удлинены, нам будет абсолютно не лишним расширение колесной базы. Что нам это дает? Большую устойчивость машины и, опять же, возможность поставить более широкое, большое колесо. В нашем случае нам интересен в 15-м размере Michelin X-Size Nord. Ну и, конечно же, у нас сошка, которая шла в комплекте с нашей подвеской с рычагами. Она тоже укороченная, вот такая вот совсем небольшая. Давайте ее тоже замерим для статистики. Ну и ее можно, в принципе, эту сошку сравнить с той, которая сейчас стоит на машине с укороченной. И выглядеть это будет следующим образом. Кстати говоря, эта сошка еще и короче той, которая у нас находится сейчас. То есть, получается, выворот и сейчас огромный, станет он еще больше. Не только от длины сошки, не только от ее конструктива будет зависеть выворот. Конечно, это будет зависеть от рычага, от разницы длины верхнего и нижнего рычага. В общем, все эти параметры смешиваются и начинают работать динамически. В том и есть сложность постройки подвески передней, настройки и постройки ее. Поэтому люди и так мучаются. Существует куча разных комплектов подвесок. Ну и сейчас займемся установкой самой подвески. Для начала эту скинем. И в двух словах расскажу про балку и для чего она вообще нужна и как работает она в Жигулях. Продолжение следует... Итак, все разобрали. Как всегда, не все просто, недостаточно просто снять подвеску. Пришлось все проварить, проварить крепление лонжеронов. Все, что связано с креплением рычага, потому что рычаги стояли, не представлялось возможным сразу проварить это все. Теперь все проварено. Так, грунтовкой обычной прошелся, чтобы не ржавелый. Если в каких-то местах потом покрасить качественно не удастся. Ну, хотя бы так. Так, в общем, все стандартно. Подложка грунт реактивный, сверху грунт обычный, не очень большой слой. Здесь еще какая сложность возникла. Крепление балки на левом лонжероне, оно абсолютно пришло в негодность. Пришлось его чинить. Казалось бы, нужно менять лонжерон, но путем вваривания металлической конструкции и изготовления вот такого уголка, который будет лежать сверху. То есть у нас будут сквозные болты крепить балку к лонжерону и будет лежать вот такой уголок. Чтобы он не прогибался, вот это его ребро будет работать на то, чтобы он просто находился на лонжероне и придавливал балку. По-хорошему нужно было бы полностью разобрать лонжерон, поставить какие-то втулки, либо ремонтные закладные болты вовнутрь. Но такая вандальная схема тоже будет вполне себе работать. Поэтому оставим так. Здесь все готово к установке балки и к дальнейшей установке подвески. Что касается балки. Вот обычная штатная балка, которая у нас стояла. Зачем нам ее менять? Да потому что это ерунда полнейшая в плане ее надежности. Конечно, можно было бы ее затюнить, но благо в магазине продаются вот такие вещи. О разнице двух балок. Сразу же что бросается в глаза? Зачем вот эта балка куплена и зачем она вообще нам нужна? Да потому что она полностью везде проварена листами. Смотрите, вот здесь лежит лист усилительный. Вот видно следы, что его засверливали и проваривали полностью. Потому что очень часто на жигулях случается, что балки лопаются пополам. Но устает металл, начинает ржаветь какие-то ударные нагрузки на кузов. И балка у нас со временем благополучно лопается пополам и разъезжается. Каждый шов, каждое место, где было это возможно, проварено дополнительно. То есть если на заводской балке все на точечной сварке и швов практически не видно, здесь же в круг проварено все еще на раз. Все места закладных болтов все штатные. В общем, она сделана из штатной балки, просто доработана. Стоила она порядка трех тысяч рублей, но я не нахожу, что это дорого. Сделать ее, ну, ушло бы вот на такие доработки, наверное, полдня. Это минимум, чтобы сделать это хорошо. Теперь же нам остается только взять, поставить балку и начать навешивать на нее всякие разные запчастюльки. Вот я в кучу сложил, чтобы был виден масштаб трагедии вообще, чтобы было понятно, насколько много запчастей джигулевской передней подвески. Порядка 15 тысяч я отдал вот за это все. А что здесь, зачем это нужно и как оно устанавливается в процессе, кратенько расскажу. Погнали ставить балку и собирать подвеску. Погнали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Сайлентблоки запрессованы, рычаги установлены Сайлентблоки у нас полиуретановые Есть на шаровых соединениях варианты Но не стал я их приобретать По причине того, что неизвестно, какое будет качество этих ШАЭСов И сколько они походят Полиуретан отработанная схема работает в любом случае довольно долго Шаровые у нас не штатные Называются они что-то типа трек В общем, в чем разница по шаровым Да в том, что у них большие рабочие углы Ну, по крайней мере, как мне сказали продавцы Поэтому вот взяли, поставили готовое решение Вроде как лучше обычных стоковых И они покрепче, они ставятся даже, по-моему, на НИУ Если мне память не изменяет В чем суть? Поворотный кулак, он тоже новый Чтобы, не дай бог, не поставить деформированный Неизвестно, что там со старыми Выглядит это следующим образом Что сразу бросается в глаза? Вот как раз таки видна вот эта ось наклона Тот самый кастер Тот самый кастер, про который говорили уже Пока колеса нету, пока нет ступицы Очень наглядно видно, как это дело выглядит И понятно, как будет поворачиваться колесо Следующим этапом нам нужно поставить пластины Пластины, пластины у нас не родные Это пластины крепления тормозных суппортов Суппорта у нас будут стоять под 14-й тормозные диски Впереди, такие стоят на вазах 12-й модели И маркировка везде 21-12 Что на пластинах, что на суппортах, что на дисках Поэтому вот таким образом у нас ставятся пластины А, ну и еще хотелось бы сказать про болты Особое внимание во всей этой работе Я уделил болтам почти все болты У нас будут стоять новые И болты стоят заводские Точнее с значениями, которые должны быть с завода Где-то каленые, как здесь, болты Крепления оси рычага у нас тоже каленые гайки стоят Ничего, чтобы не ломалось И уже наверняка быть уверенными, что просто так Болт не сломается По максимуму все болты новые К слову говоря, в шаровых почему-то в штатном наборе Которые болтики были, они были не каленые Они были белые И индекс нагрузки там ниже Поэтому поменяли на штатные Ну и как всегда в этом всем тюнинге Пластина не встает Три болта встают, четвертый мимо Пластину надо пересверливать Но тут практически все приходится пересверливать Поэтому сейчас немного доработаю И будем уже монтировать Подставки под пружины штатные Пружины штатной высоты, хотел сказать То есть не увеличенная вот эта резинка Вот по стоку, как должна быть Пружины это не новые пружины, которые стояли уже на машине Отстояли один сезон Сток пружины, самые мягкие От классики, какие есть Передние, естественно Поэтому ставим Сразу неизвестно, что с жесткостью передней подвески придется делать Поэтому пока так Машина станет легче, поэтому Дополнительная жесткость пружин нам не нужна Ставим Сток Ну и вот такие вот рулевые сгоны Кстати, шли они в комплекте с рычагами В комплекте с подвеской Так выглядит теперь рулевая тяга Взамен вот такой вот трубочки В которой сделаны прорези И на которую одеваются хомуты У нас теперь настоящие гайки И настоящая такая вот железяка Такой многогранник И мне кажется, что эта система будет гораздо лучше работать Гораздо крепче Да и проще в процессе регулировок Потому что, я думаю, многие из вас знают Когда начинаешь регулировать обычную вот такую стоковую, жигулевскую Ну здесь она не стоковая, конечно, уже удлинена Наверное, какая-то Нивовская стоит Но вот здесь вот куча отметин Уже от всяких газовых ключей, пассатижей И всего возможного инструмента Который под рукой бывает Вот, теперь здесь можно крутить это все дело ключиком Что гораздо упрощает процесс настройки Регулировки И вообще, я думаю, при каком-то ударе колесом об бордюр Вот эта штука будет держаться крепче, чем штатная Вот такая вот запчасть ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ступица у нас классическая, жигулевская Можно было бы, конечно, поставить восьмерочную Переточить кулак Но вот обычная жигулевская Смазка водостойкая Чтобы не смывалась По крайней мере, не так быстро смывалась, как обычная Подшипники, то есть запрессовал Не до конца собрал Почему? Потому что подготовил вот такие восьмерочные Это болты ГБЦ Теперь они стали выглядеть вот так Вообще, что это, для чего? Это будут шпильки Известный факт, что жигулевскими болтами Родными пользоваться практически невозможно Как у нас обстоит обычно дело На соревнованиях на дрифте колеса Приходится менять по несколько раз в день А то и по несколько раз в час Во-первых, чтобы резину прикатать Во-вторых, чтобы попасть в шину В ширину шины Куча, 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 куча моментов Поэтому, поэтому Шпильки у нас каленые В нашем случае нам проще запороть гайку И поменять гайку Нежели воевать со шпильками Конечно же Вот мне Влад подсказывает Стоит, вот иди сюда Я не подсказываю Это неправильно? Да, да, хочу сказать, что это неправильно Ребят, если вы не знаете, почему это неправильно Остановите, например, этот ролик и напишите Потому что меня никто слушать не хочет Они очень крепкие Да, это хорошо Но это не есть very good В нашем случае это very good Потому что постоянно срывается резьба И уж лучше положить запасных гаек Нежели потом менять шпильки А вот сейчас я тебе в том числе расскажу Почему вот именно такая модификация крепления шпилек у нас будет В общем, мое видение следующее Мы берем сейчас Прихватываем шпильки вот здесь, сваркой То есть они у нас будут держаться Нет, сваркой настоящей Да я обалден Держаться они у нас будут на сварке В случае того, если шпилька у нас вдруг пострадает У нас всегда будет возможность взять шпильковерт Или струбцинник, что-то вроде того И в наглую ее отвернуть Сварка в этом месте у нас будет просто лопаться А шпилька, в свою очередь, выворачиваться Я вижу такую схему в нашем случае Наверное, самая оптимальная Так и сделана А теперь скажи мне, почему будет сварка лопаться? А потому что шпилька у нас каленая Каленые шпильки можно ставить на колеса? Каленые шпильки на колеса ставить нельзя На гражданских автомобилях К сожалению, либо к счастью Не ставьте, блин, не ставьте на свои стоковые тачки На которые вы ездите каждый день Вот такие шпильки Да Полеются по кюветам, потому что, блин, ладно Я бы шел к колесам Давай Каленые шпильки не ставь А мы ставим каленые шпильки В нашем случае Прихватываем их И монтируем ступицу на машину Погнали! Музыка 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 И все бы неплохо Подвеска готова уже полностью Все стоит на своих местах Суппорта, конечно же, помазал Направляющие с завода смазки было очень мало В шаровых вроде как смазки хватает Поэтому не буду совать свои ручки в то, что собрано на заводе И там, где хватает смазки Здесь у нас что? Вот так вот красиво это выглядит впереди Суппорт Побольше стал диск Я не говорю, что это хорошо, что он больше Тормоза нам зимой не сильно-то нужны Эффективны Но, тем не менее, вот есть что есть Зато этот суппорт ни за что не задевает Единственное, на что у меня пока нет ответа Вот в этом всем Это то, как будет идти тормозной шланг Машину нужно опустить на колеса Попробовать повыворачивать руль во все стороны максимально Чтобы понять, хватит его или не хватит Шланг длинный, скорее всего, его хватит Но нужно понять, чтобы он ни за что не задевался Ни в коем случае не задевал И ни в коем случае не перетирался Потому что лазить нам зимой и чинить, менять тормозные шланги Не хочется вообще Поэтому, поэтому на этом этапе, наверное Смотрю, смотрю, смотрю Наверное, почти все Да, вот еще забыл Что касается рычагов и что касается амортизаторов Амортизаторов пока нет А нет их потому, что очень сложное дело Подобрать правильно амортизаторы И я думаю, что про это будет отдельная самостоятельная серия Попробуем разобраться вообще Во многом разнообразии амортизаторов Что из них газовые, масляные, газомасляные Как они работают Это мы уделим отдельную серию И я думаю, что будет интересно Потому что мысли в голове уже есть Пока машина остается без амортизаторов Но крепление их, оно на самом деле крутое Мне очень нравится Знаете, как выглядит штатное крепление Постоянно обламываются болты На этой машине они уже были заварены И крепление амортизаторов Здесь же решено все кардинально Вот такая мощнейшая пластина Прикручивается она на 0,3 болта на минуточку Было на 2,8, стало на 0,3 болта Теперь амортизатор уже не оторвет никогда Это точно Здесь у нас осталось Грустно висящее крепление переднего стабилизатора Передний стабилизатор нам не нужен Я искренне убежден в том, что Зимой, да и летом он только мешает Он машина, которая оборудована передним стабилизатором Теряет зацеп и не только на передних А даже и на задних колесах Поэтому он нам не нужен Мы про него забыли, выбросили Да и не было его на этой тачке уже давным-давно Ставим тачку на колеса И смотрим, что у нас Крутится ли руль И насколько большой будет выворот И пару слов проговорим еще про углы подвески Конкретно, что не так и что мне не нравится на данный момент Машину на колеса я опустил Как итог, машина прогрузилась Знаете на сколько? Машина прогрузилась на 0 мм Она как стояла в верхней точке Так и осталась стоять Да, я понимаю, мотора нет Пружины полежали, пружины отдохнули Но мне кажется, что я был нагло кем-то обманут Уж не знаю кем и как так вышло Пружины стояли на этой машине И мне всегда казалось, что передняя часть машины высоковата Я думал, дело в проставках Которые стоят под пружинами Но нет Проставки не помогли Проставок не хватило Тачка стоит в максимально верхнем положении Скорее всего, как я могу предположить На глаз, скажем так, пружины Наверное, снивы Как минимум А может быть, даже и не снивы Тем не менее Пусть пружины не те В любом случае подвеска работает Да, вот Влад покажет, как это все дело выглядит Мотор у нас весит У меня примерно такой же, как у мотора Да, машина абсолютно не прогружается Подвеска не работает Плюс ко всему Сейчас углы у подвески абсолютно неправильные Когда рычаги стоят вот так Да и работать она в таком состоянии не может Поэтому предстоит решить вопрос с пружинами Но, скорее всего, буду покупать сток Подкидывать сток И, может быть, отпиливать еще витки Что еще из того, что идет не по плану? Не по плану идет то, что рычаги задевают за колеса при максимальном вывороте Как это происходит? Происходит это следующим образом Поворачиваем вправо Правое колесо задевает за верхний рычаг Поворачиваем влево Колесо задевает, опять же, за верхний рычаг Здесь, конечно же, спасет вылет дисков Более отрицательный Либо проставки Проблемой это не является Просто нужно подобрать, поставить боевые колеса Которые стоят на машине И уже обкатать на них Что, безусловно, радует Радует то, что выворот большой На самом деле, как заявлял производитель И Акерман Это угол схождения колес Ни слова об этом не сказал Но это тоже очень важная штука в дрифте Но, в общем, за угол Акермана у нас отвечает сошка Она позволяет нам ехать быстро Боком Но мешает в развороте В стоковых машинах Поэтому угол Акермана и сделан положительный То есть колеса стоят вот таким образом в повороте Для того, чтобы было проще разворачиваться У нас угол Акермана равен нулю Примерно с небольшим положительным значением Здесь, на этом комплекте подвески Так и оказалось Подвеска почти полностью готова к тому, чтобы ездить Не хватает, уже сказал, правильных пружин И не хватает нового рулевого редуктора Не проблема Поставим, поменяем, подберем Ну и на сегодня С подвеско-строительными движениями все В следующем выпуске будем устанавливать мотор Начнем с того, что подберем все-таки коробку К нему какую-то Трансмиссию И уже будем пробовать его устанавливать На сегодня у меня все Ставьте лайки Комментируйте, пишите Что можно еще полезного сделать с этой машиной Или может быть я что-то забыл Всем пока! Субтитры делал DimaTorzok